Продолжение следует... О, Юлия Навальная, простите, Владимир Крамурза, Илья Яшин в Берлине. Марш антивоенный с российскими триколорами, судя по всему, судя по той фотографии, да, вот сейчас мы его видим и покажем для наших зрителей. Кто-то критикует, говорит, зачем это нужно, да, а кто-то говорит, зачем триколор нужен, давайте как-то по-другому. Вы что думаете? Я видел ваш пост в Твиттере, вы, по-моему, не особо положительно, да, эту идею встретили. Понимаете, вы сказали, марш антивоенный. А марш имеет совершенно конкретное, нам призвали к совершенно конкретной вещи. Говорят, маршруйте за то, чтобы российские войска были выведены полностью из Украины в границах 91-го года и выплачены репарации. Мне кажется, что, во-первых, есть такая маленькая деталь, что вот мы начинаем с марша, а не с историей с ФБК. Это совершенно не случайно, потому что у меня ощущение, что эти марши пытаются перебить эту историю. В том смысле, что ФБК попыталась нам рассказать. Из песни слова не выкинешь, понимаете? Ребята попытались нам рассказать, как преткаться, и что вот это же сказали нам, как-то они сказали, это же не компания-однодневки. Они функционировали много дней. А это же просто забалансовая деятельность. Это просто выводили деньги во внешний контур. Это посмотрите, вот офшорка перевела деньги, 82 миллиона долларов компании, коллекторскому агентству, и нам всерьёз утверждают, что это нормальная сделка, не дав себе, во-первых, спросить логически, а зачем коллекторскому агентству из двух столов и трёх стульев 82 миллиона долларов. И думаешь, мы даже такие идиоты, что не посмотрим в интернет и не увидим там, что это директоры этого коллекторского агентства посадили, и показания его, что вся деятельность агентства, вернее 0,5% деятельности агентства, меньше процента, занимали коллекторские сделки. Остальное было схематоз по выводу денег. Вот нам показывают 82 миллиона долларов, приведённых к коллекторскому агентству, честнейшие люди, которые должны бороться с коррупцией, которые разоблачали всех в 90-х годах предателей, которые составляли список 6 тысяч. И вот призывают вести дискуссию, как КАЦ оболгал ФБК. Дискуссия не повелась. А тогда даже вступила в дело тяжёлая артиллерия. Тогда, значит, эти замечательные банкиры сказали, что будут подавать на суд всех, кто их оклеветал. А когда не помогло и это, то нам говорят, быстренько выходите на митинг за границей 91-го года и за выплату репараций. Извините, пожалуйста, из того, что я вижу, того, что происходит сейчас в Украине. Там сыпется фронт. Сыпется фронт в том числе и по причине какой-то дикой коррупции украинской власти, дикой коррупции того, что всего под Зеленским. Вы думаете, что там укрепления, которые вот те узлы обороны, которые берёт российская армия, они построены во времена Порошенко в 15-м году. И за три года войны ни одного узла обороны Зеленский умудрился не построить, при том, что деньги на это выделены. И я это читаю так, что деньги эти разворовываются потому, что люди, которые должны это строить, не верят в победу Украины и голосуют деньгами. А бусификация, какая-то невиданная коррупция, всё это под крики генетические рабы. А самое главное, обратите внимание, больше американцы не требуют никаких границ 1991 года. Более того, вот после всех этих последних выходок Зеленского с шантажом мирным планом, в котором предполагалось, что Украине должны передать домогавки, с этими историями про ядерное оружие, когда Остин примчался в Киев с криком «Вы что тут творите? Если у вас что-то такое есть, немедленно отдавайте нам под контроль». А там, я думаю, это ещё всплывёт. Вот, то есть, у меня такое впечатление, если честно, что американцы предоставили, ну, тем больше у них выборы, у них лава, у курятник горит. Американцы просто вот как в начале войны предоставили Украине свою собственную судьбу, потому что им Зеленский уже выше всего. И тут нам предлагают через три года войны, через три года после того, как все эти национал-деканализаторы нам проели печёнку, и после того, как конкретно совершенно правительство Зеленского, господин Подоляк, заявлял, что из Крыма выселят все, кто поддержал присоединение к России, ну, то есть, читая, 85% жителей русских просто тупо выселят из Крыма. Нам предлагается выходить на митинг не антивоенный, как вы сказали, а за то, чтобы русских выселили из Крыма. Вы знаете, нет, мне идея не нравится. Особенно если она выглядит как попытка отвести, как попытка перевести обсуждение. Давайте вот сменим быстренько повесточку. Как только этот китинг возник. Вот извините. Я, наверное, слая, я, наверное... Мне кажется, что следовало сделать выводы из трёх лет пропаганды Зеленского. А как это может перебить? Я просто не понимаю. Ведь в повестке могут совершенно спокойно сосуществовать и конфликт вокруг ФБК, а Юлия Навальная у многих, как я это вижу по реакциям, всё-таки не ассоциируется с ФБК полностью. Это же что-то отдельное. Это же может быть параллельными историями, разве нет? Нет, это не бывает параллельными историями. Оперативная память человечества, оперативная память одного человека, она достаточно коротка. Вот мы сейчас с вами обсуждаем, и слава богу, у меня нет никакого желания возвращаться к этому блистательному расследованию про, ну вот смотрите же, всё в порядке, 82 миллиона долларов перевели к электорскому агентству, пошумели и хватит. Но ещё раз повторяю, люди обсуждают либо одну, либо другую. Вот мы с вами уже обсуждаем митинг. Вот это и есть переключение повестки. Скажите, пожалуйста, каким вы видите будущее ФБК? Вот они могут кончиться как организации? Причём я сейчас не говорю ни про латы, простите, извините ради бога. С вами-то я как раз говорю не про Навального, не про митинги, не про марш, не про повестку, а именно про организацию. Нет, пока они будут получать гранты, они будут существовать на эти гранты. Это сейчас, как я понимаю, основное, видимо, основные доноры ФБК, это, ну, примерно те же люди, которые поддерживают всякие деколонизаторские повестки и там за всё хорошее, против всё плохого в американских университетах. Это, естественно, налагается на деятельность ФБК, свою отпечатку. Это произошло ровно потому, что Путин признал их террористически, я не помню, какой экстремистской организации, отрезал от источников финансирования из России. Это достаточно, к сожалению, типичный путь, который проходит любая организация, которая начинается как организация энтузиастов. Я вот приводила у себя в коде доступа пример. Франциск Осийский проповедовал птичкам и ходил босоногий. Ровно через 20 лет даже не успел он ещё умереть, как францисканский орден был одной из самых богатых организаций в средневековой Европе. И второе, что мы видим, я думаю, что снят запрет на слово гранатасос, который раньше не употреблялся, а если употреблялся, то только тихо, потому что Путин преследует всякие НКО, как-то нехорошо казалось. Соответственно, ты говоришь гранатасос, что ты имеешь в виду. Мне кажется, что, соответственно, люди будут получать гранты. Вы знаете, у нас вчера в эфире был Матвей Гонопольский, который находится в Киеве, и эмоции его мне абсолютно понятны. Он говорит, что когда ты заходишь в российские СМИ независимые и видишь, что постоянно и каждый день пишут о ФБК, о Железнике и так далее, о КАЦе, возникает вопрос, вы там чем вообще занимаетесь? Правда, Матвей Юрьевич это сформулировал немного, более грубо, так скажем. Идет война вообще-то. Вот это важное. Вот куда все-таки должен быть направлен взгляд. Ну, вы знаете, человек может заниматься, чем тем хочет. Что касается, нам украинская пропаганда столько объясняла, что вы генетические рабы, вы биологический мусор. Биологический мусор, напомню, слова Андрея Ермака. Только жертвуйте на РДК. Кстати говоря, ведь там же тут же вот все эти национал-дикполонизаторы набежали в реплее Яшину и объяснили ему, кто он такой, если он проводит всего лишь митинг за границей 91-го года, а в РДК не вступает и не предлагает жертвовать. Как я сказала, на фоне того, что просто уже американцы тихонечко отползли, это все выглядит достаточно смешно, и это все выглядит ровно как следствие той политики Зеленского, которая проводилась с первой минуты войны, когда вот он как рыбак, барни, не барни, старуха в сказке о рыбаке и рыбке все время говорил мало. Вот все, что ему делали, он говорит мало. Вот началась эта война, напомню, с того, что все, ну, не знаю за все, я, я была на стороне Украины, я кричала границы, те самые границы 91-го года, это же борьба демократии с диктатурой. После этого господин Зеленский мне и, я думаю, десяткам тысяч таких, как я, плюнул в лицо, ударил с копытом в лицо, сказав, убирайте свою рашку и там протестуйте. После этого началась вся вот эта история про генетических рабов и так далее, и имперцев. Ну, ребят, я думаю, что поздно петь боржоми. Ну, подождите. А чего вы, Юлия Леонидовна, хотели, извините, от страны, которая ведет войну, но эмоции, это же понятно. А у Израиля какие эмоции? Почему Израиль, почему премьер Израиля обращается к иранцам? Почему израильтяне не говорят про иранцев, что они генетические рабы? Ну, вы знаете, были высказывания израильских чиновников тоже резкие, это невозможно исключать. Израильские чиновники, люди в, как бы, люди в Фейсбуке меня абсолютно не интересуют. Человек, который сидит в окопе, имеет право на любое высказывание. Человек, на которого ракета свалилась, имеет право на любое высказывание. Просто человек, который, просто человек, который находится под бомбами, имеет право говорить все, что угодно. Глава государства и его высший круг не имеют права говорить некоторых вещей, если они не хотят наступления за эти вещи последствий. И тем более они не имеют права создавать гигантскую машину, пропаганды, которую, собственно, можно было купить на эти деньги без пилотников, но на эти деньги разводились массы троллей и ботов. И была создана новый тип пропаганды, когда вроде как бы, ну, я не могу сказать, что никто из высших чиновников это не говорил, я цитирую того же Ермака, биологические рабы. Да, биологический мусор, простите. Но вот когда ходит масса троллей и ботов по интернету и нормализирует некоторые виды высказываний. И если бы это было по отношению то, как русским, было бы ещё, знаете, о чём говорить, да, вот так вот. Это было для вас гонки патриотизма. Но обращаю ваше внимание, что про отношение в том числе и к тем, от кого она зависит, от кого он зависит, Зеленский вёл себя точно так же. Я же говорю, что это сказка о рыбаке и золотой рыбке. Каждый раз, когда Зеленскому давали авансы, он говорил, этого мало, нужно ещё. А это было сказано Илону Маску, который дал Старлинке Украине, чтобы она выжила и получил в ответ хейт и компанию отмены за свой пост в Твиттере. Это было сказано Зеленским на выступлении в ООН, когда он поляком, который просто расшиблись в лепёшку для Украины, который сделали всё, которое просто гигантское количество украинских беженцев приняли и просто подарили им всё, что возможно и что невозможно, когда было из-за тупого зернового спора, когда какие-то коррумпированные украинские бизнесмены использовали ситуацию в свою пользу. А вместо того, чтобы надавить на собственных украинских бизнесменов, чтобы они этого не делали, Зеленский с трибуны ООН использовал этот момент, чтобы сказать, что польские власти подыгрывают сами знаете кому и показал на Россию. Дальше там было гигантское количество и, собственно, кончилось это всё вот этим фантастическим зрелищем, когда Зеленского накануне выборов американцы просят играть по тем правилам, о которых все договорились и начать переговоры или остановить войну, а Зеленский приносит вот этот вот фантастический план Зеленского, в котором написано «Дайте нам томогавки и вступите за нас в Третью мировую войну». В то время... Юлия Леонидовна, я прошу прощения, просто я попытаюсь апеллировать, попытаюсь поставить себя на место Зеленского, а дело в том, что, ну, хорошо, а почему все пощечины достаются ему? Ведь есть действительно западные союзники, которые либо тянут с помощью очень-очень долго, и боеприпасов там не хватает, понятное дело, российская армия наступает, и нужно держать оборону. И при этом как бы Зеленский, по-моему, выполняет свою собственную роль. Да, президент, он пытается добиться международной поддержки, потому что иначе война будет проиграна, да, и непонятно, остановится ли Россия. То есть тут а что, а что не так? А не так? Следующее, что ваши слова и очень часто слова многих комментаторов предполагают, что мир вращается вокруг Украины, что центр пуп земли находится в Киеве, и что весь мир, вне зависимости от того, значит, если ты с правильной стороны история, если на тебе белое пальто, ты должен думать о том, как помочь Украине и не спрашивать Зеленского ничего. Так вот, если мы прочтём книгу Боба Вудварта, которой только что вышла война, в которой довольно честно описываются действия, я бы даже, извините, я немножечко с другого начну. Так вот, мир вращается не вокруг Украины, он вращается сейчас вокруг Соединённых Штатов Америки, которая является главной сферой державы мира, и точнее вокруг административного аппарата Соединённых Штатов Америки, который сейчас является аппаратом демократов. И любой человек, который управляет вот этой ситуацией, административный аппарат Белого дома, находящегося в Вашингтоне, а вовсе не в Киеве, на Банковой, они, как и всякая сверхдержава, да, собственно, и всякое государство, озабочены ровно двумя вещами. Первое, как выиграть выборы, и второй, как поддержать главенствующую роль в Америке, в мире, с наименьшими затратами. Это очень важно, с наименьшими затратами. То есть, не просто ввязываться в войны, как это было в Первой и Второй мировой войне, а делать это с наименьшими затратами. Такая политика предполагает существование буферного государства. и введение войн через буферное государство. Это наилучшая просто стратегия, которая описана в самых разных книгах, в том числе в знаменитой книге Эдварда Лютвака «The Grand Strategy of the Roman Empire». Вот книга Лютвака, я об этом буду подробно говорить у себя в коде доступа, замечательно тем, что она описывает, как Римская империя управлялась и становилась больше тогда, когда у неё были буферные государства, а не тогда, когда она воевала своими легионами. Потому что, когда у вас есть буферное государство, условно говоря, Иудея Ирода Великого, то она сама содержит свою армию, она сама отражает любую агрессию. Эта агрессия не достигает территории Рима, и одновременно Рим получает все экономические бенефиты от включения этого государства в свою сферу влияния. А конфликты в современном мире управляются через буферное государство. Это ещё называется проксивойт. Если посмотреть, вот возвращаясь к книге Боба Удварда, что в ней написано относительно Украины, то в ней видно, что было несколько стадий политики, американской политики относительно Украины. Первая, которая, собственно, ещё была до Зеленского, заключалась в том, что выдавались разные необеспеченные чеки, необеспеченные векселя на тип того там «Мы вас всюду примем», хотя совершенно было понятно, что невозможно обеспечить. И об этом писал ещё Кеннон, об этом писал ещё Бьюкинон. А второе было непосредственно перед войной, когда американцы сделали всё, чтобы война состоялась. При этом прямо сказали Зеленскому «Делай правительство в изгнании». Мне кажется, в этот момент они решили пожертвовать Украиной, чтобы сплотить всех, чтобы сплотить европейских союзников вокруг США. То есть для них Украина в этот момент была исключительно разменная карта. Ещё раз подчёркиваю, что вот на этом этапе Украину даже не собирались вообще ничего давать. Потом, когда украинская армия сумела разбить российскую, и Путин растерянный предложил перемирие в Стамбуле, а американцы подумали-подумали и предложили, цитируются слова Остина в этой книге, следующие, что мы готовы ввести такую политику, цитирую дословно, чтобы Россия не имела в большей возможности повторить то, что она сейчас делает в Украине. То есть в тот момент, когда происходили стамбульские переговоры, от которых отказался Зеленский, и на которые была рассчитана вся стратегия заложного, потому что стратегия заложного не была границы 91-го года. Он знал, что у него на это никаких не хватит всех. Стратегия заложного была нанести российской армии настолько большой ущерб, чтобы Путин решил, что овчинка не стоит выделки. Заложный 100% полностью гениальный полководец выполнил эту стратегию. Дальше в Стамбуле можно было подписать на все, что угодно, чтобы минимизировать ущерб и начать новую жизнь с нового листа. Зеленский понял, с одной стороны, что если он подпишет любой договор в Стамбуле, он потеряет власть. А с другой стороны, когда он обратился к американцам, они решили переменить стратегию, они были готовы давать Зеленскому оружие, но обратите внимание, было совершенно четко, тогда в лицо Зеленскому сказано, сколько оружия ему будут давать. Ему будут давать столько оружия, что Украина сможет бесконечно перемалывать Россию, а Россия сможет бесконечно перемалывать Украину. Русские и украинцы будут убивать друг друга до морковки на заговенье, но Зеленский в это время будет оставаться президентом. Более того, спустя некоторое время, в октябре 1922 года, состоялся еще один важнейший разговор. Это был разговор между начальником комитета объединенных штабов генералом Милле и Герасимов, который состоялся после того, как стало известно, что Путин, возможно, собирается применить в Украине ядерное оружие. И в нем были следующие слова. Милле спросил Герасимова, при каких условиях Россия будет применять ядерное оружие, и Герасимов ответил, что это возможно, если российские войска потерпят катастрофическое поражение на поле боя. На что Милле сказал, ну, тогда вам точно не надо применять ядерное оружие, потому что я вижу, что вы этого катастрофического поражения не потерпите. Это к вопросу о том, почему американцы не дали Украине нормального оружия для наступления, для летнего наступления. Я к тому, что Зеленский все это знал. Его нынешняя истерика, когда он бегает с планом победы и требует томогавки, он требует вот на этом фоне. И когда украинские власти изо всех сил там подмигивают и стараются сказать, что, знаете, то ли у нас есть ядерное оружие, то ли у нас забыты какие-то ядерные ранцы, то ли, думайте, есть они или нет, применим мы их или нет, и так далее, и так далее. Мне кажется, что вот это последняя фаза, которая не описана в книге Бабы Лодворда, что она просто кончилась тем, что еще накануне выборов американцы вернулись к первому плану и сказали, ну ладно, ребята, мы умываем руки. Вот, по-моему, они умели руки. Тем более, что я напоминаю вам, что вот в самом начале в этой же самой книжке Бабы Лодворда написано, как американцы пригрозили Путину всемирной изоляцией. То есть, вот как раз, когда они сделали все, чтобы, если Путин хочет начать войну, чтобы он не передумал, то один из сигналов, которые они ему послали, как раз заключался в том, что парень, мы, конечно, никаких солдат американских в Украину не пошлем, но мы добьемся российской всемирной изоляции, будут санкции из ЗАДА, к ним присоединится Китай, к ним присоединится Индия. Мы видели Китай и Индию. Где сейчас? В Казани. И, извините, вот эти вот отчеты нашей эмигрантской прессы о том, что происходит в Казани, мне сильно напоминают известный анекдот про Брежнева, который прибежал предпоследним, и Кеннеди, который прибежал вторым. Про Брежнева, который прибежал вторым, и Кеннеди, который прибежал предпоследним. Потому что я открываю что-то саммит в Казани, у Путина не получилось создать альтернативную платёжную систему, к нему не приехал бразильский президент, что-то там ещё не случилось, с Ираном не подписали, чего хотели подписать, отложили и так далее. Ребята, вы о чём? Американцы обещали Путину фатальную изоляцию, к нему на саммит в Казани приехали страны с совокупной ВВП и совокупное количество людей, которых больше, чем проживает вместе и соответственно ВВП Америке и Европы. Ну а выхлоп в чём? Всё равно они не идут на прямой контакт. Они прямо не поддерживают. Некоторые из них до сих пор поддерживают санкции против России, следуют этим санкциям и ограничениям. А в чём выхлоп-то? Ну приехали, приехали, уехали обратно. И что? Первое. Китай, конечно, поддерживает Россию очень косвенно. Причём в отличие от ситуации, которая была в начале войны, когда Китай сидел на заборе и ждал Путина позориться и свариться с ту сторону забора или с эту сторону забора. А Китай и в меньшей степени, конечно, Индия используют Россию как ледокол для взламывания мирового порядка и этот мировой порядок взлом. Вот тот самый многополярный мир, о котором Путин так хлопотал, действительно построен тяжёлой для России ценой. Но, кстати говоря, самое удивительное, что вот буквально в последние месяцы Россия, не только Путин, начинает получать из этой абсолютно чудовищной ситуации, в которой Путин и её вер, хоть какие-то плюшки. Например? Хотя бы тот же самый конец международной изоляции. Более того, ещё раз повторяю, фронт украинский начинает потихоньку осыпаться на наших глазах. Поэтому, когда в этот момент господин Яшин предлагает провести митинг за репарацией границы 91-го года, я думаю, что он найдёт очень мало отклика в России, даже среди тех, кто считает, что Путин абсолютно неправ, начав эту войну, и что собственно, начало этой войны свидетельствовало о кульминации неправильности политики Путина по отношению к странам бывшего Советского Союза. То есть то, что он наворотил, нам придётся разгребать поколение. Вы знаете, Юлия Леонидовна, мне ещё всё-таки непонятно, вы можете как-то сформулировать вопросы к Зеленскому? Вы просто его так критиковали очень много сегодня, а потом сказали, что это американцы вообще-то плохие, да? Нет, я не сказала... Вы не поняли, что я сказала. Я сказала, что американцы действуют... Вернее, не американцы, а Белый дом, в котором сидят представители демократической партии. Назвайте как угодно, глубинное государство. Белый дом действует в собственных интересах, и это совершенно нормально. Кстати говоря, одна из ненормальностей существующего мирового порядка, который рожится на наших глазах, нам говорят, что страны и люди действуют не в собственных интересах, а что они действуют в интересах некой всемирной справедливости, белого пальто и розового коня сферического в вакууме. А это так оно не работает. Страны действуют в собственных интересах. Как и Зеленский. Зеленский действует в интересах Украины, разве нет? Нет, Зеленский... Когда просят домогавки, когда пишут письма, когда ездят просить помощь финансовую в том числе. Это же в интересах его страны. Нет, Зеленский действует в собственных интересах и против интересов Украины. Интересы Украины для начала заключались в том, чтобы не лезть на рожон и подписать минские соглашения, потому что если ты являешься буферным государством и кровавой зоной между Россией и между свободным миром и бывшей частью России, тот и должен уважать геополитические реалии. И, может быть, иногда тот и должен уважать геополитические реалии и понимать последствия неподписания тех же самых минских соглашений. Особенно, если с той стороны забора живет крокодил. Да, он крокодил, да, он зубастый, да, у него крыша поехала. Но, извините, пожалуйста, он вот есть геополитическая данность. Что-то нужно делать с этой данностью. Этот крокодил, он сегодня-то свою челюсть разожмет, а завтра укусит еще сильнее и больнее, если ему позволить сейчас просто так остаться, отойти от дела, имеется в виду, не причинив ему ущерб. Первое, развивать собственную экономику. Второе, строить военные заводы. Третье, строить укрепления. А вместо того, чтобы считать, что если крокодил нападет, то Запад нас обязательно спасет, потому что мы центр мира и самые лучшие и замечательные. А третье, что очень важно, не подставлять крокодилу бок. Не принимать, например, языкового закона 19-го года, который, напоминаю, был принят еще при Порошенко, но который Зеленский не отменил. Который де-факто действительно делал русскоговорящих граждан в Украине гражданами второго сорта. В Украину очень часто любят сравнивать с Чехословакией, а Путина с Гитлером. Я считаю, что это абсолютно оправданное сравнение. Только я напоминаю, что Чехословакия, когда создалась как страна после Первой мировой войны, тогда Масарик бегал по Версальским палатам и рассказывал, что он будет в точности, как в Швейцарии. Что там будут все равноправны, что вот есть 7 миллионов чехов, есть 4 миллиона немцев, и эти 4 миллиона немцев будут иметь полную автономию. В результате оказалось, что немцы, которые проживали в Чехословакии, напоминаю, составляли вторую по величине численности Чехословакии, подвергались абсолютной дискриминации, начиная с конфискации поместья, которые в основном конфисковались у чехов, и кончая фантастическими языковыми законами, согласно которым инженеры, врачи и так далее, и так далее, и даже работники железной дороги должны были говорить только по-чешски. Почему? Это не повод начинать бойню. Это не повод начинать бойню. Вы сказали, что должен был делать Зеленский. Зеленский, тем более, что он пришел к власти на совершенно других лозунгах, не должен был продолжать эту политику разделения страны на два... Вот эту удивительную политику разделения страны. Гитлер полез в Судеты, Гитлер, напоминаю, не полез в Швейцарию, хотя там тоже было немецкоговорящее меньшинство, которое, однако, совершенно не хотелось, чтобы его Гитлер от чего-то освобождал. Кроме того, вот это только что, и это самое главное, о чем мы говорили. Когда в 20... Уж если война началась, когда Зеленскому говорили, что война начнется, а ему говорили американцы, что война начнется, надо было подумать, в чем надо уступить Путину, чтобы она не началась, а вместо этого Зеленский смеялся и говорил, что вы мне врете, война не начнется. Когда украинская армия, я не могу сказать чудом, потому что, ну, это вот то, что сделал заложен, это была действительно фантастика. Украинская армия своим самопожертвованием, своим героизмом спасла страну из абсолютно безнадежной ситуации, в которую зовет лично Зеленский, ну, перед ним многие другие, но лично Зеленский тоже. Я, если вы видите, очень не люблю слов о коллективной ответственности. Я никогда не скажу русский вообще, я никогда не скажу украинцы вообще, американцы вообще, вот есть какая-то конкретно группа, которая управляет. Так вот, когда заложен и украинская армия героизмом, самопожертвованием и невероятной, вот просто невероятным тем, что они сделали, потому что надо понимать, как умирали эти люди. Надо понимать, как люди приезжали, вот силы специальных операций, видя движущиеся российские колонны, вот он приезжает на взборок, у него в машине есть, есть, соответственно, РПГ, простите, у него в машине есть, соответственно, противотанковое оружие. И он понимает, что он может подстрелить одну машину, один танк, уехать и остаться в живых. Но тогда танки пойдут дальше. И он стоит на этом с горки и стреляет до конца, и там гибнет, но он останавливает кого. Вот это происходило, и вот этим был выгрозен Стамбул. И Стамбул надо было подписывать абсолютно любой ценой. И Зеленский понимал, что будет за Стамбулом, потому что ему вслух это сказали. Мы дадим вам достаточно оружия, де-факто ему сказали, мы дадим вам достаточно оружия, чтобы русские и украинцы перемалывали друг друга. Но пока это будет происходить, вы будете оставаться президентом. Пока это будет происходить, я буду оставаться президентом. Прекрасно. Даешь границы 91-го года. Не надо было... Я просто не вижу бенефитов оставаться президентом в это время. Да, что дальше-то? Люля Леонидовна. Как ситуация? Сейчас ситуация. Ну вот давайте представим себе. То есть есть, условно говоря, два варианта, да? Подписывать, идти на переговоры, подписывать чудовищные для Украины, неприемлемые для Украины условия. Что? Менять власть, ждать очередного Майдана в Киеве, уже против Зеленского. Как вы видите развитие ситуации? Вопрос развития ситуации заключается в том, что сейчас какой бы договор не подписал Зеленский, он будет подписан на заведомо уходших условиях, чем Стамбурский. Более того, поскольку Зеленский не хочет подписывать и этого, и мы видим, что все действия Зеленского сейчас направлены на срыв тех неформальных договоренностей, о которых договорился уже Соединенные Штаты, Китай, Турция и даже Путин, хотя как раз ему выгодно продолжать войну, потому что сейчас он находится в стратегически более сильной позиции. Но он говорит, или, по крайней мере, делает вид, или, по крайней мере, согласен, или, по крайней мере, делает вид, что согласен, что типа, ну, ради мира дрожьба, жвачки, я готов там дело все это заканчивать. Вместо этого мы видим, самые разные вещи, которые происходят со стороны Зеленского. Некоторые из них тактически оправданы, например, вторжение в Курскую область, хотя теперь это вторжение кончается там, тем, что там происходит второй Бахмут, то есть туда сейчас посылают, чтобы держаться за это лучшие украинские части, а в это время российские войска наступают на Донбассе. Там получается вот такая вторая Бахмутская месорубка. Но некоторые вещи, по крайней мере, были тактически оправданы, потому что хотя бы вот те села, которые стираются в пыль, они происходят не на украинской территории это происходит, а происходит это на российской территории. Но надо понимать, что одним из главных политических бенефитов входа в Курскую область для Зеленского было как раз срыв существующих договоренностей и возможность остановки конфликта. Вот вся вот эта вот история с планом победы. Дайте нам томогавки. А у нас, может быть, есть ядерное оружие, или мы его сделаем, или у нас там завалялось дворанце. Вот подождите еще. Я абсолютно уверена, что с большой вероятностью мы увидим в ближайшее время или не в ближайшее время еще какую-нибудь такую штуку, которая будет типа, как там вот сказал депутат Стефанчук. Вы не видели эту замечательную историю, когда народный депутат Стефанчук, брат главы Верховной Рады, он сказал своим польским собеседникам, что в ближайшее, что в течение 6-9 месяцев в Украине состоятся выборы, а перед этим Россия отойдет на границе 1991 года и выплатит репарации. Вот я думаю, о чем знал Стефанчук. Может, это он знал о приближающемся митинге в Берлине, который, несомненно, достигнет этой цели. Вот Путин посмотрит на этот митинг, скажет, что же они раньше не говорили, что надо отойти на границе 1991 года. Я же не знал. Сейчас пойду, побежал. Да. Так себе ситуация, конечно. И выхода из... Я же повторяю, политика – это искусство возможного. Если вам в апреле 22-го года армия ценой невероятного самопожертвования исправила ваши же собственные тяжелейшие политические ошибки и предложила ситуацию, при которой вот война могла быть остановлена, за это надо было хвататься. Где гарантия, Юлия Леонидовна? А где гарантия, что после подписания Стамбульских соглашений через год, два, десять, пятнадцать, вновь это не повторится? Ответ. Если вести себя, как ведет Зеленский, точно повторится. Гарантии никто никогда никому в мире не дает. Гарантии берут. Вот все, что вы говорите, извините, это просто действительно какое-то повторение телемарафона. Какое-то... Ну, это как будто бы газлайтинг, понимаете, когда жертва обвиняют в том, что ее там изнасиловали, извините. газлайтингом в данной ситуации занимаетесь вы. Газлайтингом в данной ситуации занимается телемарафон, когда они утверждают, что весь мир вращается вокруг Украины. Я только что вам объяснила, что было, какое предложение было Зеленскому со стороны Америки ровно в апреле двадцать второго года и ради какого предложения он отказался от остановления войны с Россией. Ему предложили, что украинцы и русские будут убивать друг друга бесконечно. Более того, я вам самое главное скажу, когда вы оказались в такой ситуации на стране, которая находится на геополитическом разводе, буферное государство, вы можете из этого извлечь гигантские бенефиты, как тот же самый Ирод Великий, который именно, будучи буферным государством Римской империи, построил самое большое государство Иудеи, которое когда-либо было построено. Кстати, значительно больше существующего Израиля, потому что он это умело делал. Что Зеленский всё это вместо делал? Он каждый раз доставал своих же партнёров так, что они в конце концов от него отказались. Он стоял абсолютно невыполнимые условия. Как старуха в сказке «Золотой рыбкой» он говорил каждый раз ещё и ещё, при том, что он знал, что ему даже не дают малого. Это абсолютно безответственное поведение. И когда вы говорите, что, ну вот как же можно винить Зеленского в той ситуации, в которой оказалась Украина, я вам скажу, что каждый раз, когда война происходит три года, возникает проблема двойной ответственности. Вот я самый простой пример приведу в Беслан. Вот кто виноват, что в Беслане погибли дети? Вы скажете, террористы, вы будете совершенно правы. Но нам надо будет добавить, что, наверное, когда Путин посылал людей штурмовать, вот когда была взорвана, это террористы взорвали, это граната в зале, то действия Путина и действия его генералов непосредственно тоже являются одним из важнейших причин того, что там произошло. действия Зеленского все это время были настолько, ну, как бы сказать, неправильны, что они вот привели к тому, что Зеленский отказался от всех вариантов, которым можно было минимизировать в Украине ущерб, но зато все это время он кричал границы девяносто первого года, и украинская пропаганда кричала генетические рабы, генетическая русня. Под это дело напоминаю, были непостроенные укрепления, под это дело умирают украинские солдаты без этих непостроенных укреплений, под это дело начальники медицинских комиссий купаются в миллионах, а под это дело оказалось, что воровали, или есть подозрение, что воровали даже на закупке оружия, под это дело исчезает 40% гуманитарной помощи, и под это дело элита украинская жирует, когда народ умирает в посадках и бусифицируется. И если вы мне за это предлагаете топить, нет, извините, три года назад это было одно, сейчас это другое. Юлия Леонидовна, последний вопрос коротко, вот в связи с выборами в Америке что-то может поменяться в судьбе Украины, на ваш взгляд? Еще раз повторяю, это мое личное мнение, что вот после этого последнего выезжа с планом победы тамагавками, во-первых, американцам уже ни той, ни другой партии совсем не до того, во-вторых, как я понимаю, в администрации президента Байдена действительно очень серьезно были взбешены отказом Зеленского остановить огонь до ноябрьских выборов и тем самым добавить очки Камале Харрис. Потому что, еще раз повторяю, буферные государства не диктуют империям, это империя диктует буферным государством, а буферные государства хорошо должны этим пользоваться и на этом расти. И, соответственно, если Трамп уже много раз говорил, что он собирается остановить эту войну, он говорил, каким способом. На самом деле, то есть, я не вижу, чтобы эта война остановилась, честно говоря, до января-февраля, и у меня только один вопрос, успеет, до какого момента успеет к этому моменту дорожиться Украинский фронт, потому что все будут исходить из реалий на земле. Рано или поздно она будет заморожена по линии боевого соприкосновения. Спасибо большое. Да, спасибо. Юлия Латынина была с нами на связи. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok